всем привет дорогие друзья с вами некрас и в этом видео я расскажу вам про то как можно круто обработать свой голос чтобы его качество звучания было приближено к студийному сейчас вы слышите мой голос без со всякой обработки со всякими шумами то есть прислушайтесь микрофон немножечко шипит ничего не изменено итак открываем программу audacity люди или audacity точно не знаю как правильно теперь запишем наш голос сейчас я отключу звук теперь давайте прослушаем мой голос я отключу свой микрофон а вы будете слышать только запись всем привет с вами некрас и это тест голоса как слышно в записи есть шум что нам нужно сделать сначала мы выделяем шум вот этот вот и нажимаем удаление шума создаем модель шума здесь мы можем настроить с какой амплитудой мы это все делаем то есть с какой силой мы выдавливаем шум нажимаем создать модель шума теперь либо все обводим либо не обводим ничего нажимаем эффект и повторить удаление шума и шум у нас удаляется вот послушайте что осталось от шума всем привет с вами некрас и это тест голоса другое дело правда шума вообще никакого нет но наш голос нужно конечно обрабатывать дальше во первых нужно громкость увеличить но это скорее всего мы вегасе будем делать потому что здесь мы если увеличим громкость то и шумы увеличатся теперь можно наложить басы такая очень хитрая штука нажимаем эффекты басы и в ч можем добавить либо 5 децибел либо 10 потому что 15 это слишком много давайте послушаем разные варианты всем привет с вами некрас и это тест голоса всем привет с вами некрас и это тест голоса всем привет с вами некрас и это тест голоса всем привет с вами некрас и это тест голоса всем привет с вами некрас и это тест голоса Всем привет, с вами Некрос, и это тест голоса. Я думаю, что нам хватит примерно от 10 до 12,5 дБ. Слишком сильные басы ставить нельзя, потому что тогда звук будет неприятно бить по ушам. Ну, допустим, 12,5. Нажимаем ОК. У нас увеличивается громкость самого... Ну, из-за басов, на самом деле, увеличивается слегка громкость, и добавляются сами басы. Теперь экспортируем этот файл. Так, экспортируем. И открываем его в Audacity. Ой, в Audacity, в Sony Vegas, простите. В Sony Vegas. Так. Здесь нам потребуется плагин EasyVox. Плагин EasyVox. Сейчас я вам покажу, как он называется. Так, EasyVox. По-моему, 1.7. Есть другая версия, но я ее не нашел, на самом деле. 1.7. Здесь он, вроде бы, по-моему, здесь он закачивается. Ну, где-то вот тут, да. И потом вы его вставляете в Vegas. Сейчас даже покажу, куда конкретно он запустится, и я вам покажу. Ну, он что-то долго запускается. Наверное, у меня оперативная память захламилась. Так, вот он открылся. Настройки. Заходим. Параметры VST-эффекты. Значит, находится он D Sony Shared Plugins. Вот в эту папку Shared Plugins вам нужно засовывать EasyVox. Нажимаем кнопку «Обновить». Да, с помощью данной команды проведено повторное сканирование всех папок, чтобы добавить VST-эффекты. И появляется у нас EasyVox. Можно включать и выключать его. Итак, давайте рассмотрим поближе. Вот мой голос. На данный момент он выглядит, точнее, слышится, звучит так. Всем привет, с вами Некрос, и это Тест Голоса. Низко звучит, и довольно сочно. Но этого мало. Теперь мы добавляем эффект либо на дорожку сюда, для всех кусков на этой дорожке, либо для этого файла конкретно. EasyVox добавляем. Нет, давайте всё-таки не для дорожки, не для куска, а для всей дорожки. Тут ещё шумоподавление, сиквалайзеры всякие. Добавляем EasyVox. И я включу свой пресет. Который я, походу, не сохранил, да? Ну ладно, будем так, сами догадываться. Так. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно включить вот это. Нам нужно включить... Секундочку. Так. Тут надо вспоминать. Я не сохранил пресет, и надо... его... восстанавливать. Байпас. Байпас. Так, надо добавить заново. У меня, видите, вокал стоит... У меня стоит пресет какой-то определённый, да? И он не хочет сбрасываться. Бывает и такое. Так. Сейчас мы это всё дело повключаем. Голоса. Давайте я вырублю звук, чтобы вы не слышали, что программа нам показывает. Всем привет, с вами Некрос, и это тест Голоса. Выжимаем... Выжимаем High, высокие частоты. А, нет, это... Это наоборот, это мы нижние частоты выжимаем. И ещё High частоты. И включаем. Всем привет, с вами Некрос, и это тест Голоса. Всем привет, с вами Некрос, и это тест Голоса. Ну вот теперь слушайте, микрофон я отключу, потому что у меня идет дополнительная вибрация, и через мой микрофон вы дополнительно слышите то, что говорит программа. Поэтому я микрофон свой выключаю, и вы будете слушать мой голос, обработанный Вегасом, уже как он есть, без всяких сторонних вмешательств. Всем привет, с вами Некрос, и это тест голоса. Всем привет, с вами Некрос, и это тест голоса. Естественно, с этими настройками можно оперировать, можно изменять их. Например, что я заметил, что не так. Во-первых, слышится небольшой шум. Для этого мы либо уменьшим громкость, децибила на 3, на 4, это во-первых. Во-вторых, у меня буква S практически не слышится. Всем, да, всем, у меня получается 7. Буква V, которая считается как F, получается F, всем, да, у меня она глушится. Для этого, опять же, можно использовать всякие эквалайзеры. Но здесь уже я вам не подскажу, потому что не сильно разбираюсь. Были какие-то два пресета, которые голос немножечко улучшали. Вот еще пресет и мой пресет. Их я подсмотрел в интернете в каких-то гайдах. Давайте вот сравним. Всем привет, с вами Некрос, и это тест голоса. Всем привет, с вами Некрос, и это тест голоса. Мне кажется, идеально получилось, прям как надо. Шума практически не слышно. Шум, конечно, останется. Если слишком точно, если слишком много вырезать шума, то голос станет механическим. Тут у нас имеется голос. Практически не слышен шум внутри самого голоса. Если добавить какую-нибудь музыку, то шума вы вообще не услышите, даже если будет музыка совсем слабенькая. И такую запись, которую вы сейчас слышали, ее можно без стыда использовать для какого-нибудь радиоподкаста. Мне кажется, что качество вполне приемлемое. Тем более, что моя аппаратура, вот эта, стоит 450 рублей. Мне кажется, вполне достойна для такой цены. Но просто еще и мне с моделью повезло. Поэтому о модели, я напоминаю, модель наушников называется Defender HN898. В городе, в Питере она стоит рублей 300, по области где-то с наценкой там 50%. Вот я ее за 450 брал. Естественно, это не все способы обработки. Но я знаю только вот такие способы. Можно много чего еще добавить. И не только с помощью Vegas и Audacity. Это уже знают профессиональные звуковики. Но с моей стороны я вам объяснил все, что знал. Надеюсь, что у вас все получится. Если вы хотите, конечно, этим воспользоваться. Но сразу вас предупрежу. Предупрежу вас о чем? О том, что чем у вас хуже микрофон, тем вам будет сложнее. Если у вас очень сильный шум, то и удалять вам его придется более жестко. А таким образом вы испортите себе качество звучания. У вас начнут появляться булькания в дорожке. И голос станет механическим. Ну что ж, на этом гайд по обработке голоса закончен. Если вам понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.